Ну что, ребят, ролик по поводу репла. Дитон говорит у нас, что Coinbase приостановил торговлю XRP из-за своего IPO и считает, что Coinbase послужила причиной решения приостановить торговлю XRP, ну и в 21-м году побудила делистнуть, да, XRP, опять же-таки, на фоне IPO, ну, как он говорит, ну и мы же понимаем, что это на фоне, ну, как бы, якобы, суда, да, в кавычках. По словам адвоката, стало публичным в апреле 21-го года и также менее чем через 4 месяца после того, как комиссия по ценам бумага обвинила Ripple и двух руководителей в размещении незарегистрированных ценных бумаг в форме XRP, ну и, получается, приостановила торговлю 19-го января, ну и, как мы видим, ну, а SEC подала в суд на Ripple уже в декабре. Напоминаю, проект, доказавший свою честность и надежность, ни слова, моделом SkyState.io, выплатил уже дивидендов на сотни тысяч долларов своим вкладчикам, включая меня. Более того, за счет прозрачной эффективной бизнес-системы, проект не потерял на просадке эфириума, а даже заработал дивиденды для себя и своих вкладчиков, что с лихвой перекрыл просадку крипты. Помните мой изначальный вклад в данный проект на 5 тысяч долларов, который впоследствии о инвестировании поднялся до 8, а затем до 12 тысяч долларов? Так вот, мой вклад поднялся уже до 21 тысяч долларов на полностью пассивном бизнесе благодаря SkyState.io. Я выводил десятки раз свой вклад и дивиденды без проблем и реинвестирую обратно. Данный проект, ни слова, моделом доказал на моем личном примере, что изначальным вкладом на 5 тысяч долларов можно поднять за месяц более 21 тысячи долларов на полном пассиве, за что я безмерно благодарен. Ссылка на проект в описании под роликом. А, ну да, получается в декабре 2020 года, да, точно, начался суд СЕК, ну и потом в январе, то есть они спустя месяц, даже может быть полтора, начали говорить. Я не сомневаюсь, что подавляющее большинство советов, например, 99%, если не 100%, Coinbase, полученных юристами по соблюдению нормативных требований, судебными органами заключалось в том, чтобы приостановить IPO и вмешиваться в него. Ну, опять же таки, а почему тогда Kraken не приостановила, почему тогда, я не знаю, Binance, US не приостановила, United States, да, почему там какие-то другие биржи, я не знаю, Bitstamp, либо еще, ну то есть любые биржи, которые американские, то есть связаны. То есть, почему они тогда не заделистили XRP, вот это мне непонятно, то есть заделистили по факту только Coinbase, все, ну то есть, ну как бы если они так опасаются, почему тогда все не заделистили, либо хотя бы несколько, ну по факту, что я видел, может какие-то низколиквидные биржи заделистили и Coinbase, одна из, ну, топовых сейчас, топ-2 биржи, которая резервы до сих пор не опубликовала. Поэтому замечание Дина нам прозвучало всего через месяц, после того, как он назвал Apple и XRP регулирующими жертвенными, агент с нами, поскольку у нас Coinbase требовалось одобрения для выхода на биржу, биржа должна была сделать все возможное, чтобы попасть в хорошие руки регуляторы, включать в себя решение биржи прекратить торговлю XRP, ну как бы странно тогда, тогда по не всего торговлю прекратили, ну типа криптовалюта, что ты что, ну как бы эффект тоже они что-то говорили, не зарегистрированная ценная бумага, ну а по факту мы видим, что наехали только на XRP, поэтому как-то странно. Apple разблокирует 1 миллиард XRP из условного депонирования, а помните, Герри Генслер вообще сказал, биткоин мы трогать вообще не будем, совпадение, да, поэтому, ну и также XRP у нас падает с 0,48 доллара, конечно же, и вот у нас разлоки, помните, перед этим были разлоки, но сказали, что все нормально, у нас там сжигание, теперь у нас говорят, что две транзакции по 500 миллионов, ну и конечно же говорят, что якобы это вольется в рынок, и конечно же цена после этого может у нас упасть, но говорят, что перевели на эско-русчет какой-то, технический директор, а Apple раскрывает правду о предполагаемых центрах, централизация XRP Ledger, и также говорит, что, конечно же, централизации никакой нету, и утверждал, что XRP BNB Stellar Lumens у нас централизованы из-за разрешения архитектуры их блокчейна. Шварц возразил, что XRP Ledger достигает того же уровня децентрализации, что и блокчейн, и получается у нас на Proof of Work, но другим способом, интересно каким. Нет особых полномочий на изменение правил, а транзакции не могут подвергаться цензуре через более короткий период времени, кроме того, использует консенсус, чтобы решить, какие транзакции должны быть включены в блок, что, по мнению Шварца, является более децентрализованным, что система Proof of Work получается у нас, где один человек может решить, какие транзакции должны быть включены в блок. Подчеркнул, что дешевле в эксплуатации, чем Proof of Work и Proof of Stake, поскольку нет необходимости платить за потребление энергии майнерами. Подчеркнул, что ни одна организация не имеет особого права получать вознаграждение или контролировать приток транзакций, что способствует лучше децентрализации. Ну, опять-таки, то, что Apple не может контролировать, но это смешно, поэтому на это обращать внимание не стоит, я считаю. По поводу биткоина, бейт ланги, в принципе, как я и показывал в ролике, поэтому ничего абсолютно интересного и особенного. Ну, а по поводу, давайте остальных монеточек глянем по эфиру, по BNB и, соответственно, по остальным монеткам тоже, по XRP тоже, потому что самым. Вот, по эфиру у нас тоже снижение начинается, опять же-таки, не такое большое. По BNB, кстати, на удивление, он подскочил, но, опять же-таки, лаунч пул с Юи, я напоминаю, запустился, поэтому, конечно же, большинство людишек побежали скупать на хаях. Я напоминаю, помните, вот здесь был лаунч пат запущен, вот здесь, когда вот эта свеча была, и вот здесь подлетела, а потом упал на 30% вверх-вниз, слетал даже на 35. Потом, соответственно, вот здесь еще какие-то лаунч паты у нас запускали, вот недавно, там, запускали лаунч пат, вот этот Open Campus, еду, да, или еду. Топовый проект в криптосфере, что принес лично мне более 16 тысяч долларов за месяц чистой прибыли, таска и стоит точка его. Ссылка на проект в описании под роликом. Потом, что еще там, ну, то есть на хаях всегда они запускают совпадения, да, поэтому, чтобы людишки, конечно же, закупались, ну и потом цену будут сливать. Ну, уже начинают сливать, поэтому имейте это в виду, вот, поэтому, если у вас есть BNB, лучше, ну, можно застейкать в лаунч пул, если нету, то лучше не лезть уже. Вот, потому что на хаях закупаться такой себе. XRP тоже, если закрепляется за 45 центов, падает камнем вниз, ну, давайте глянем по нашим индикаторам, да, условным. Dashy и ZCash падают они уже, сколько у нас? Они у нас падают 2 дня, кстати, на удивление. XRP, кстати, падает 3 дня, чтобы вы могли заметить, поэтому имейте это в виду. Ну, в целом, такие мысли, ничего особенного на рынке не происходит, хоть и доминация биткоина у нас подупала, и доминация некоторых альтов возросла, то альты у нас все равно не растут, а наоборот падают, как минимум, то есть они тоже находятся в красном. Поэтому всем удачи, всем пока, ждем снижения.